Приветствую, друзья! Это Есенин и Дункан. Мне там участник школы посоветовал, наша школа «Человек будущего хомофутурус». У Есенина должен быть локон светлый, вот я сделал светлый локон. А Дункан вот летает, и он мечтает, сидит. Да, как-то Троцкий, по-моему, хотел привлечь Сергея Есенина к политике, чтобы он там проповедовал политические взгляды, а Сергей Есенин ему ответил, да что вы, я же божья дудка. О чем я хочу вам сказать? Значит, у него совпадала деятельность, стихи писать, например, с его душевной потребностью. И вот когда есть это совпадение между самой сущностью человека, его природным генотипом, с деятельностью, которую он выполняет, он там тратит меньше всего энергии. Это очень важно. У меня скоро будет книжка, где будет и часть, которая называется «Энергоэкономика личности», чтобы каждый человек, прочитавший эту книгу, мог бы продлить свою жизнь. Потому что на самом деле, на что тратится наша энергия? Ну, как ни странно, сила воли на преодоление того, что ты хочешь делать, а вместо этого, что ты хочешь делать, ты делаешь то, что тебе надо делать. Ну, в зависимости от культуры, в зависимости от каких-то конкретных аспектов жизни, там зарабатывать надо, учиться надо, именно не в той области, в которой ты бы хотел, например, там ты тратишь много энергии. А вот наша игра, которая будет у нас сегодня в 20 часов, детская игра «Найди ключ к себе», там как раз таки аспекты науки энергосбережения, здоровье-сбережения, чтобы вы были счастливы, здоровы и получали удовольствие от того, чем вы занимаетесь в жизни. Чтобы вы, по крайней мере, 5 минут в день могли заниматься тем, что вам по сути хочется. Это детская игра. Плюс, когда, например, маленький ребёнок чувствует себя свободным, ну, когда ему позволяют капризничать, раздражаться, когда он совсем маленький. Значит, капризничание, вот даже взрослый человек в аспекте энергоэкономики личности, когда заболевает температурой, взрослый мужик такой здоровый, начинает становиться как ребёнок. Он капритничает, он там, ну, короче говоря, жена его или мама его или сестра его понимают его в этот момент, поддерживают, позволяют ему капризничать, раздражаться. Почему человек раздражается? Потому что в этот момент у него нет гармонии, потому что именно на воссоздании этой внутренней целостности, внутренней гармонии уходит энергия. И чтобы он мог быстрее восстановить силы, быстрее восстановить здоровье, свою целостность, ему позволяется побыть ребёнком, покапризничать. А плюс ещё мы в нашей детской игре, поиграть во что вы играли в детстве. Я вам дам этот специальный особый алгоритм, чтобы вы могли это сделать. Именно поиграть именно в свою игру, а не в чужую. Так в этом же всё дело. Именно в синхронизации действий и текущему состоянию при совпадении вашей жизненной сущности, вашему генотипу. Чтобы любые гения реализовался внутри вас и для человечества, нужно, чтобы совпало три вещи. Ваша природа, которая для всех востребована, деятельность, которая для всех востребована, и ваша конкретная мечта, чем вы занимаетесь тактически, о чём вы думаете, например, когда спите. Помните это. Что тебе снится, крейсер Аврора. Оказывается, там есть большой смысл, кроме тех слов, которые там написаны. Что тебе снится, крейсер Аврора. О чём снится людям, а собакам. Вот же интересно, да? Умеют ли собаки мечтать, в отличие от людей? Или только люди, способны идеализировать? А что сказал лучший представитель человечества, Лев Толстой, когда умирал, о любви? О Бобби. Что он сказал? Если кто вспомнит, то браво. Если нет, то я вам напомню в следующий раз. И про Сергея Есенина напомню, что сказал Маяковский. Что имени Серёжа в поэзии нет. Есть имя Сергей Есенин. Да. В нашей жизни умирать не нового, сказал он. Но и жить гораздо не новей. Или как-то сказал Маяковский. Ну ладно. До встречи на детской игре. Подбери ключ в себе, после которой вы 5 минут в день будете делать по домашнему заданию. И 5 минут в день вам будет достаточно, чтобы вы восстанавливали свою энергию. Меньше капризничали. Чаще чувствовали удовольствие. И были гениями. Открыли свой потенциал полностью. Чтобы были востребованы. Не только себе, своей природой. Но и обществу. И вот это соответствие даст вам новые силы. И вдохновение, естественно. А так мы тратим свою энергию на выживание. До встречи.